Потому что если вы не знаете, то еще, то его... Нет, давай, это начало. Включай и сразу нажимай на эти главы. И пускай все идет, я буду говорить по ходу, ребят. Это в данный момент, да, он появился еще на фресках, пирамид есть, там кидают мячики, типа шариков, что-то такое. И даже есть такая притча, что когда Юлий Цезарь пришел и завоевал, по-моему, Индию или что-то, да. И перед ним выступали, ну, такие уличные артисты. И перед ним парень, так сказать, молодой человек, бросил семь горошин. Он, конечно, посмотрел, удивился вначале, но потом сказал, да, говорит, это хорошо, но мне кажется, не очень интересно. В каком смысле это? В смысле того, что каждый жонглер должен обладать не только техникой жонглирования, бить на количество, но тоже, понимаете, как бы быть, я артистом отвечать в свою энергию, в которой он работает, в которой он трудит. Понимаете, одно дело, когда ты репетируешь и отдаешь, но это репетиция, я, мне 48 лет, это прекрасно, после того, как я получил травму. Это в отеле, в Сан-Кью, в Японии. Дело в том, что я выпросил, выключил уголок. Единственное, видите, там уже идет, с левой стороны, вот сюда видите, ниша, там уже низкая очередь. А вот этот кусочек, где можно было кидать. Я сдвинул кресло, попросил, потому что там уже срока, сами придете, отель, отельное имущество. Это не у нас там, потому что он бросил все разрушение, там уже все, пробивание, попросил возможности записать сам себя. И вот сдвинул все эти кресла, я вот этот уголок, у меня там орел миссис, здесь фоно, которое само играет. Поэтому особенно не разгонишься, как вы сегодня здесь тоже, особенно не разгонишься. Ну вот такие условия. И знаете, я просто, почему об этом говорю, потому что я сейчас настолько рад, что я делаю эту запись, поскольку кто знает, сами понимаете. А когда заболеетесь с собой, когда я говорю, я когда-то что-то делал, мы говорили, да, делал, не делал, ну где-то и записи, естественно, у кого-то что-то сохранилось. И слава богу, что вот есть вариант такой показать, я себе сам записал, что я все-таки делал, и не все делал, естественно, в работе, потому что мы всегда работе делаем, дай бог, одну десятую часть, а то и двадцатую, то, что мы вообще делаем репетицию. Потому что, чтобы достичь чего-то, нужно настолько владеть всем или иным предметами для того, чтобы выбрать из них что-то и показывать это, не боясь. Почему? Потому что когда человек что-то начинает во время работы как-то немножко побаиваться, сделает трюк, не сделает трюк, понимаете, он замыкается. Вот это же тогда и нет вот этой вот энергетики. Вы сегодня не увидели вот этого Теслина мальчика? С какой энергетикой был номер, да? С каким затором? Потому что вот чувствуется, что он очень хорошо владеет мечами, отрепетирует. И вот то, что необходимо нам всем, вам всем, и артистам тем более будущим. Почему? Потому что вот прекрасные девочки выросли, две близняшки, мне понравилось очень. А вот ребята у них, вы же такие видите, слабенькие, вот сами по себе. Почему? Потому что нет в них энергии, да? Они как-то зажатые немного, понимаете? Вот эта вот раскрытость, она и появляется, когда человек хорошо владеет. Если он владеет хорошо, отжижим, у него улыбнуться чем? Он понимает, что он будет все равно продолжать. Вы знаете, не надо гнаться за количеством, надо гнаться всегда за качеством. Я вам объясню, почему. Потому что вы, наверное, знаете о погонении нового неизвестного скрипача. Так вот у него во время концерта порвали две струны, и он весь концерт провел на одной струне. Играя такие поразительные вещи на одной струне. Вы понимаете, это какая должна быть техника у человека? Как он должен быть ертуозно владеть этой техникой, чтобы концерт весь от конца до конца, как бы сыграя, потеряв две трети, можно сказать, да, возможностей. Вот это называется техника. Вот почему репетиция вот эта вот все заключается в технике. Делается все. Почему? Потому что в работе вы показываете буквально секунды, да, одного-два-трюха. И поэтому владение вот различным друговым содержанием, оно вам дает возможности иногда даже импровизировать. Потому что мне часто так говорили, приходили во время работы, там, инспектор, подходник, ты как-то не потяни, у нас этот заболел, сегодня номера нет. Я говорю, ну как, ну, талантно тебе, ты же все равно импровизируешь. Потому что они почему-то думали, что я импровизирую. Хотя у меня все было выстроено в музыку. И, естественно, я пытался. Другое дело, что я мог менять трюки один на другой, если мне хотелось этого. Когда я делал поддержку, я был не в Киеве, работал, там прекрасная студия цирковая. Кстати, вот сейчас там очень много, вы знаете, победителей конкурсов в Киеве. Почему? Потому что там действительно серьезно относятся к этому, не как у нас в училище, к сожалению. Там очень серьезно к этому относятся педагоги, потому что они как бы следят за развитием, за уровнем развития сегодняшнего искусства, за современностью вот этой, которая сегодня есть. Как говорится, они не пылятся сзади, а вперед двигаются. И вот вы видите, результаты у них очень хорошие. Когда я работал, я помню, они приходили, они, цирк был как раз, последний раз я работал, цирк был в Киевске, закрыт на ремонт, а мы работали на Аполлоне в передвижном цирке. Вот они все приходили, пропускали, они сидели на задних местах, и когда я выходил, такой была поддержка. И вы сами понимаете, когда вас кто-то поддержит, у вас появляется такой кураж, что вы готовы делать то, что делать в репетиции. Я вот там вот сделал кульпит с пятеркой для них, вот мне хотелось это показать, там, ну, керойки я делаю в работе всегда. И далее. Я не буду много задерживать ваше внимание, ребят, потому что смотрите, вот эти все трюки, они повторяются где-то, где-то чего-то, ну, и особо повтор не записывали, я сделал это, и выложил. Кстати, музыку, дайте там музыку немного, покромче чуть-чуть, метрик ушел. Кстати, а мне надо бы там, кто там есть? Наташка, а там вот он ушел, а мне бы там переключать нужно, а мне бы не пришел. Вот. И по ходу, вы смотрите, я вам больше так не буду морочить по голову. Я хотел, чтобы у вас есть многие вопросы, хочу, чтобы вы их задавали, и по ходу, и по школе, и по курсам, и по тому, что вы вообще хотите услышать. Пожалуйста, я по ходу буду говорить, потому что даже будет интересно вам. Вам отвечаю на вопросы, мы продолжаем дальше тему ажангирования. И с этих вопросов вытекают естественные ответы совершенно. Ну давайте, давайте, честно сняйтесь. Вот я хотел, значит, вот подошел в дело Иванцов. Да, да давай вопрос, чего? Да, 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 да. Иванцов, Иванцов, иначе, точка, как бы соединяется, вот это снимает. И ты примерно где-то соединяешь ее, примерно вот с той верхней точкой, которая у тебя есть. Почему же объемы всегда очень сложные, если там пространство никакое, звездное, что-то начинает гулять, почему-то точек смещают. То есть, если именно они, точки начинают, как-то заятись. Вот, когда ты сместишь, что старайся с этой точкой, тогда ничего не нужно. А если спускать, и потом у тебя это найдет подсознание, это точно не надо. Как ребят, бой мяча. Когда начинает пить мяч, надо, естественно, то же самое, пьешь в точку, тоже в точку. Иногда пьешь под предмет, когда тебя тянет. На предмет тянет за тем мячом, когда ты не уходишь. Вот так вот. Я что еще хочу сказать? Вы видите, вот, это я в работе практически не делал, своей основной работой. Но я сейчас вот это делаю наезд. На каких-то представлениях, где я там убирал, сложный человек, да? Там, где-то, 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 где-то. А вот три булава, три мяча, три булава. Или делал там кольца, булавы, и… Ну, знаете, походу, нужно было, как-то это кольца. Ну, что это единственное, что я не делал. Посмотрите, сколько возможно, сколько вообще. Дело в том, что в 2002 году меня пригласили американская, она как-то всемирная ассоциация жонглеров, которая освобождена в штатах, соединенных штатах. И она существует с 40-го года. Но в 2002 году я был приглашен, они так корректно очень пригласили, и говорили, не можете ли вы приехать к нам для того, чтобы мы вам получили награду за выдающие достижения в области жонглеров? Знаете, я не спросил, не могли бы я приехать? Естественно, я смог приехать, правда, с боем, потому что это было просто, а у нас все так просто. Как раз это было после событий, когда башни завались, начались проблемы с визой, но, правда, они потом все это поняли, и, конечно, артиза прошла, я был, я получил этот приз. Приз очень достойный. Я считаю, что это даже, может быть, заслуга, может быть, даже выше, чем я получил здесь звание народного артиста Российской Федерации. Для меня это профессионал. Почему? Потому что меня оценил профессиональный у меня гонглера. Понимаете? И я попал в девятую, я девятый, первый из России, который за уже сколько, десять лет, да, с лишним существованием этой организации, я девятый, кто получил первый из России за выдающийся развитие данной студии. Так что, когда получаешь такой приз, то понимаешь, что ты не зря проживаешь в эту жизнь, и взял жертв, и ты в таком, как и большом, и в ракурсе нашего жителя, нашего большого организма, как страна, своей, так сказать, книжки получаешь, награду, это право получить такую награду. Это правильный вид, если говорить по поводу любой мяча, и все остальное, мы все видели, что братья, которые первые выступали, свечу, он там ставил на баланс, и так далее, и потом. Причем я вот просто показывал, что я, причина это делал, то есть я, когда вы делали такие, я делал левую, я делал только правую, что там все комбинации делал левую. Поэтому, это когда я встречался с такими выдающими нашими танцорами, как бы, ИС, как Абер, они все всегда, поэтому, как бы, они даже освещают, что я делал только правую, левую. Я старался развивать левую, потому что, ну вы знаете, кто лишь шаг, кто левый, кто правый забудет, кто правый, он всегда правый все делает, забывая о левый. Я думаю, что, надо развивать все. Почему? Потому что, где руки, как у вас они две, и кидают две, чтобы никогда, не заморачиваться, так сказать, проще. вы бы всегда могли выйти из любого положения. Потому что, травмирование, это такой жанр, который, очень, отрывной. А все, то, что отрывное, оно всегда, связано с завалом. Правильно? И вот, выкрутиться из завала, это тоже, большое искусство. Почему? Потому что, вот, как сегодня, об упало, ах, хорошо опять, ах, 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 поднимал, что так, вот, так поднимал. И вроде бы все говорят, да можно даже специально. Поэтому, о чем это говорит опять, о технике, о том, что если человек, обладая техникой и показывает двадцатую часть своего, своих возможностей, то ему, во время чего-то, сделать какие-то, совсем другие трюки, или, выкрутиться из какого-то положения гораздо легче. Поэтому, ребята, я просто вам это говорю. Для дальнейшей вашей жизни, если вы желаете посвятить свою жизнь вот этому жанру, то хотел бы я вас в этом убедить. Ничего убедить, потому что я болею за этот жар, а мне хотелось бы, чтобы нас убивался он, потому что мы, в общем-то, наша школа была самой передовой. И наше жарирование на сегодняшний день, оно признано на Западе. И, кстати, они даже больше берут у нас, все взяли, а мы сейчас все это, наоборот, теряем. Потому что взять Америку, она вообще помешивала на жарные люди. Я вам честно говорю, там просто любителей столько, вы не представляете. Когда я приехал, наверное, с ледом, а у них каждый год они происходят. Вы не поверите, это дворец спорта, хоккейный, огромный. Вы заходите и просто обалдеваете. То, что было сегодня у нас на вот этом пятачке. Представьте себе, это весь хоккейный дворец. И вот это все летает, все крутится, все двигается, все. Все, кто-то кидает, и все друг другу, тебе местечко какое-то нашли. И все это летает. Вот настолько они любят это жарное движение. Причем дяди такие приходят, бабушки приходят, молодые ребята, все. И они устраивают даже соревнования. Кто больше быстрее придержит с тремя предметами, кто больше кидает, кто больше кидает по длительности, кто еще что-то кидает. Почему? Потому что я хотел бы, чтобы много особо дрюков, которые одному себе другу хоккейруют, какие-то такие элементарные вещи, придумывают своих. А я вот как раз все время, когда реки делал, все время пытался придумывать свои трюки. И поэтому мне дали, наверное, за развитие жармирования, потому что, в принципе, потому что я очень много трюков, которые вот они у нас сегодня и украли. Не то, что украли, а взяли. Взяли и начинают развивать дальше. То же Энтони Гата, вы знаете, и так далее и подобное. Потому что вот я бросался, выбрасывал 7 булав, там, ну, можно пробросить одну булаву, а он уже как бы стабильно кидает. Я 10 колец выбрал. У нас это 3 декабря, выбрасывал 10 колец. 9 я и в работе бросал, 10 я как-то тоже. Я даже пытался бросать 12 колец. Мне подавали, я как пытался, я с одной руки 6 и с другой 6. Ну, я просто пытался, хотел бы сделать 12, но я не делал этого, потому что я именно 6 с одной пистанцией, 6 с другой. И у меня получалось 6 выгласить. А сейчас, я не знаю, я не видел, но говорят, что это Энтони Гатафрус, да? 11 точно наш герой. А Герасимов у нас с рук кидает 11 колец. С рук. Понимаете, что такое? 3 кольца держать на 2 пальца. 10-то, когда кинаешь железе. В чем сложность? Не то, что в колец, а сложность выбросить первое кольцо. Потому что их 2 на пальца, их надо точно кинуть. Потому что если первое кольцо идет в предмет, когда-то в сторону, то все, как и булава, как и все. То уже ты дальше не сможешь заваловать. А когда ты кидаешь в точечку, вот точно. А как вот кинуть, когда даже у тебя 3 кольца на пальце? Представляете? Как их выкинуть? Первое кольцо, чтобы оно точно вылетело, чтобы потом выбросить все остальные. Да, Олег Петровский я видел. У него в Питере играли, но Роман ко мне приходил. Я очень уважаю этого артиста. Потому что он работал номер, вот ребят, чтобы не знали, он работал номер такой, знаете, эксцентрический номер. У него были тарелочки. Тарелки, знаете, тарелочка падает, он подбегает. И ухитрялся, когда он себя закручивал, он ухитрялся делать крючки. И вот он, да, он выбрасывал лист, он выбрасывал в работе. Одиннадцать, он делал репетиции, он девки дал в работе. Вот видели, сейчас 4 под ноги, делают 3, 4. Он, наверное, пытался 5 выбрасывать. Все можно, все можно. Было бы желание. Было бы желание копировать, а думать своей головой и делать дальше. Дворить дальше. Только так можно развивать жанр. Потому что копировка, она ничего не дает. Пегонство, оно всегда слабо в своем положении. Потому что если ты делаешь кого-то, повторяешь, ты должен повторить лучше. А если ты берешься за то, что кто-то делает, и делаешь это хуже, то, кстати, не понимаете, не вешу вас. Поэтому равняйте всегда на выдающихся и делайте еще лучше. Тогда будет развитие, когда вы увидите свои чудеса. Тогда мы здесь, где-то через 10, если встретимся, увидим, какие шедевры. Потому что вы растете, молодые все. Вот у нас есть уже, вы видели, ребята здесь. Вы сами все молодые. Я думаю, что кто будет заниматься дальше этим жанром, естественно, у вас будет прогресс. Я встаю, а еще не встал, а у меня уже прибивают эти пять булавок. И я здесь не могу встать. Раз и падаю, два раза и падаю. А вот это я делаю. А вот для того, чтобы школьный кидать, у вас здесь очень много, ребят. Раз вы не спрашиваете меня про школу, про съемство, очень неправильно кидаете. Задраны руки. Рукат должен быть тупой угол в локте. Не острый, тупой угол должен быть. И дальше идет мах. Мах идет как бы от колена. Перекидку, наоборот, нельзя кидать отсюда, потому что отсюда вы далеко не будете. Перекидку вам передичь, вам надо руку заносить. Да. Вот отсюда я могу кинуть, потому что если вы делаете дистанцию, такие как, вы помните, работали, сейчас Шербаков, он сделал номер на стрелах, а когда работали Афанасицы, они кидали от барьера на барьера. Десят, 10 метров. 10 булав. Они кидали с барьера на барьер. Это 13 метров манеж. Вот хотел бы я вас, чтобы вы вышли и кинули на 13 метров. Отсюда ты никак не кинешь. В этом подключается и школа. Да еще и субреждения, пока в дистанциях выкрутились. Поэтому очень хорошая у нас девочка на шаре. Но тоже ручки задуманы. Поэтому ей сложно немножко кидать. Она вот из Китая. А вот братья у нас Сычева, я сколько ни говорю одному старшему, младшему молодец. Он, я чувствую, он более такой кидай, как бы мак берет снизу и так далее. А старший зажатый очень. Поэтому у него все силовое от мешка. И от долгого не выдержит он сойдет. Потому что он весь напряжение кидает. Он на мышцы кидает. А на мышцы нельзя кидать. Вы моментально устаете. Поэтому эта часть плечи, погроя должна быть расслаблена. Работает вот. Вы спокойно должны. Здесь не надо. Вы не силовой жонглёр. Когда вы действительно поднимаете вес, груз. Да, тут напрягается сам, если хотите, не хотите. Здесь напрягаются мышцы. Почему? Потому что вы вес берёте. У вас не хотим. Вы иначе его не поднимете. А он кидает, как силовый жонглёр. А я ему сколько раз говорил. Следи на руками. Следи, опускай руки. Мы сегодня первый раз встречаемся. Тем более он. И дети цирковых артистов, которые, к сожалению, раньше, намного раньше ушли. Но дети поддержали. У меня наоборот. Мои дети наоборот ушли из цирка. Почувствовали эту атмосферу сегодняшнюю, когда, к сожалению, вы понимаете, вот мы когда работали, мы, как говорится, были впереди планеты всей. И цирк советский в то время, это было триумфальное шествие советского цирка по всему миру. Но вы знаете, я должен сказать, что нельзя говоря, что развитие идёт по спирали. Видимо, вот мы как раз-то и высотой этой спирали поднялись. А после нас, вот эта спираль, она опять начинается сначала. И вот я думаю, что, может быть, вы эту спираль опять поднимете наверх, дойдёте до упора. И, к сожалению, вот это искусство наше осело. Осело, знаете, в трюковом смысле этого слова. А оно может сейчас немножко, как в Дюссалеевске, как всё, оно продвигается в другом контексте. Она идёт сейчас более, сказать, с творческой позиции, с режиссёрской. Вот, хочу поставить как бы спектакль или что. А ведь спектакль спектаклем, понимаете, а мы теряем основу цирка. Потому что цирк – это трюк, но выраженный в художественном исполнении. А Дюссалеев превратили в художественную часть и поставлю туда трюк. Понимаете, это уже ближе к театру, к драме. Потому что только драматический актёр, а китайский тем более. Помните, они там акробатикой повсюду занимаются. Они прыжковой акробатикой, у них мощная и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что ближе к театру, да, они выражают свою роль. Тразывается шоунизация. Шоунизация произошла. А вот и наши, к сожалению, режиссёры сейчас тоже стали применять вот эту вещь. Я всё время смотрю, вот я смотрел недавно в Саратовский конкурс, вот сейчас был, в записи я посмотрел его в Саратове, в «Принцесса Цирка». И вот выходит, и я посмотрел, там же хорошо идёт, когда запись идёт минута. И вот я вчера посмотрел, минута сорок! Она на манеже, но ещё ничего не сделала. Она просто ходит, это ей поставили. Танчуц, ну когда же она начнёт работать-то, понимаете? А номер идёт шесть минут, значит, или пять минут, значит, упереди минута сорок, получается, номер идёт три минуты. И ладно бы там были ещё сильные трюки, а то и трюков-то, чтобы они сделали. Понимаете? А наш Советский Цирк противно другого. Мы делали программы из элементарных номеров, набирались номера. Да. Но у нас было, когда приезжали за рубеж, там все писали, вы почитали, в библиотеки возьмёте, там в зале читали, и газеты, и наши, и зарубежные. Вы знаете, что Клейна может обучать, где-то ещё, или старые журналы цирковые и так далее, как всегда говорили, русские привезли такой спектакль, просто обалдеть, смотрите, идите. А спектакля как такового-то у нас не было, никто нам режиссёрски не делает спектакль. Да, были режиссёры, которые ставили парад и пилот, но программу всегда соединял ковёрный. То, что у нас сейчас нет вообще. Ковёрный исчез. А что такое ковёр? Жанр ковёрного – это тот, который вот именно соединяет каждый номер, и ровно столько, чтобы успеть поставить реквизит и начать другой номер. Он не ссадит программу, а наоборот её, как вы понимаете, соединяет, и своими вот этими репризами, когда нужно длиннее, когда он выбирает уже как, и плюс пытается сделать репризы, вот делал всегда, ну, относительно жанра. Почему? Ковёрные у нас были разносторонние жанры, владели. Элементарными, но владели разносторонним жанром. Они были жанглёры, они были канатаходцы, они умели сделать стойку, они сделать могли прыжок какой-то и так далее и подобное. И все репризы строились на том, чтобы вот, может, для каждого номера где-то, если у него такая реприза, жанглёр, жанглёр делают, жанглёрскую репризу. Ну, естественно, реприза – это есть реприза, это должно быть смешно, это должно быть остро, это должно быть сегодняшним днём подчёркнуто и так далее. Я почему говорю, что вот этот цирк, он почему-то завораживал всех, потому что это был настоящий цирк, выходили артисты и работали от и до. Вот он начал, вышел, он начал работать, и он уходит на финал под аплодисменты, весь мокрый, но он отработал, понимаете? И вот это был истинный цирк, вот то, что сейчас не хватает, понимаете? Вот не хватает, потому что упираются все вот в режиссуру какую-то, вольтмейстеры ставят очень много хореографии. Я говорю, что это плохо, это хорошо, но вот этой вот меры, вот этой нет чувствительности. А потом купить хореографию, почему он хорошо тестует? Потому что он же двигался прекрасно, и пел даже, и всё, и хореография, но он же кидал под аплодисменты, они отдельно, хореография отдельно, а это отдельно. То есть если вы тем более делаете это всё вместе, это вообще шедевр. Вы сами понимаете, в чём заключается шедевр? Шедевр, когда соединяется в артисте, все вот эти формы его, это артистизм, это трюкачество, и это вот эта вот режиссерская находка на сегодняшний день, да. Понимаете, режиссерская находка. Во что ты? Если ты эксцентричен, будь эксцентричен. Если ты классик, то классик. Вот я опять два примера просто привел, чтобы вы просто поняли, что это... Например, вот я имею в виду тесты, да, вот я как раз, да, это такой немножко эксцентрический, с юмором номер, да. А если взять, например, девочку на шаре, она там, Кармен, это классика более, но она выдерживает, понимаете, она от начала до конца выдерживает эту форму. И работает в ней, это здорово. Поэтому я не говорю, что не должно быть режиссура. Режиссура должна быть. Тем более сегодня мы двигаемся вперёд, и всё это правильно. Но я хочу просто сказать о том, что цирк всё равно, основа цирка всё равно это трюк. А всё остальное, это вот всё, 50% это трюк. А вот 50% остальных, это складывается из актёрского мастерства, с балета, с режиссёрской находки и музыкального сопровождения. Вот эти все остальные компоненты, они 50%. А первые основные компоненты цирка, это трюк. Почему? Даже когда-то, вот сегодня спорт, вы видели Олимпийские игры, понимаете, он сейчас впереди планеты всей. Почему? А раньше, вот первые двойные, например, Рундат, Фляг-2, Сальто-Морталя, вот в таком почти полу, дорожка. У нас сделали первые, это акробаты с осенью, цирковые, и спорт, а турники, и всё это, цирк, очень спорт много для, вначале от цирка, потому что спорт как таковой, вы знаете, он был, если взять, ещё и греческий, там, бег, там, или лёгкая, а она больше к этому была. А вот какие-то на сегодняшний день, как акробатика, гимнастика, всё они где-то были больше ближе к цирку, потому что площадки народные, они сосуществовали, праздники существовали, и на их праздниках каждый постарался уметь показать себя. И отсюда возродилось, может быть, вот эти представления балаганные и так далее и так подобное. Поэтому, ну потом спорт, мы сейчас даже можем, не то что, а действительно он аполитизировался. Почему? Потому что на спорте теперь сейчас работают институты, доктора, наук и так далее, развитие идёт, пишут диссертации, защищают докторские и всё остальное, понимаете? И действительно уже трейлер говорит, так, кого-то берёт, говорит, так, ребята, сегодня всё, как тебя оттышка, тебе всё, сегодня нельзя. А мы цирковые, мы приходим и сами себя контролируем, сами себя часто загоняем, сами себя часто уродуем. Почему? Потому что системы нет для нас, системы нет. Поэтому я вас это предупреждаю, потому что вы, когда начинаете тоже лепетировать, вы себе дайте, потому что каждый человек это индивидуально. И индивидуальный организм, как любой из нас, как любое трестворение, да? Поэтому вы сами себя чувствуете, когда можно дальше идти, когда нужно остановиться немножечко, так, отдохнуть себе, что-то ещё. Не переусердствовать. Вот я, например, переусердствовал, поэтому у меня выйдет на плечо. У меня просто оторвалось. Разрыв был, оторвалась ещё, сумка разорвалась, ещё манжет разорвался, ещё обашесть оторвалась. Перенагрузка, потому что анфил всё время мало, всё время я никогда не думал, что я делал, я только сейчас понимаю, что я что-то сделал. А когда я репетировал, мне будет фонаряк, кто чего говорит, что чего. Мне было, что я не доделал, что ты ещё это не сделал, это не сделал, это не сделал. А сколько я ещё умею, а как мне надо это сделать? Поэтому у меня такое разнообразие, потому что сейчас жонглира, она идёт более узкоспециализированно, да? Взял кто-то одни булавы или кольца, и вот тут с ними добавляется что-то. Мячика сейчас много взяли. Взяли вот сейчас последнее, очень популярное стало мячи в пол, каучиковые. Понимаете, а первый это сделал Грошин, он акробат был, работал в групповом номере. И брал теннисные мячи, вот в теннис играет, и он, ими, их не надо. Сейчас мячики что, вы сбросили, а они опять пришли, каучики. И поэтому сейчас всё это легче. А он бил, их надо было бить. Причём каждый мяч, вы сами сами сами, они не все одинаковые. Всех мячей одинаковых не найдёшь, теннисных. Чтоб они весили одинаково, да? Структура одинаковая была. Мы искали мячи всегда, даже для боя всё. Мы приходили в магазин и искали мячи. Какой же будет хоть более-менее ровный? Ровных не бывает, абсолютно ровных. Ну не бывает. Есть, но всё равно где-то чуть-чуть. Так и здесь. Он бил, и был этот номер. Откуда и началось вот это в пол. А сейчас каучиковые, ну спрашиваешь, они на ту же высоту и бьют. И это толкнуло на развитие других жанров. Помните, бьют в треугольник, и бьют от этого. А то подкручиваешь, когда они о чём тебе возвращаются. Много таких специфических номеров сделано. Там не надо особенных трюков. Но они выстроены вот по поводу вот как раз вот этой эксцентрики, вот этого вот артистизма. Понимаете? Поэтому, ну, своеобразные трюки. Понимаете? Поэтому я не говорю, чтобы все тянулись вот на эти высоты, достигали там 12 колец, там или там 7 булав, и ещё с ними комбинации делали. Это индивидуальность каждого. Кто-то возьмёт вот этот верх, а кто-то возьмёт другую нишу, но сделает вкусный свой номер, свой, со своей позиции, со своей колокольцей, с их возможностями. Как добиться стабильности на исполнении рекордных трюков в работе? Как добиться стабильности на исполнении рекордных трюков в работе? Как, чтобы не было завалов на рекордных трюках? Знаешь, я думаю, что добиться этого довольно-таки сложно, потому что выходя, ты никогда не думаешь, никогда не знаешь, ты чисто его сделаешь сегодня или нет. И самое смешное, это получается, знаешь что? Что ты выходишь в хорошем настроении, думаешь, ну я сейчас выдам. И вдруг вы выдаёшь всё на пол. А бывает в таком выходишь настроении, ну ни в каком. Думаешь, ну сегодня будет завал, а всё, а работаешь чисто. Но тут другая получается штука. Когда ты выходишь с этим вот задором и валишь, тебя всё равно принимают. Вот эта энергетика, она выплёскается с тебя всё равно. И тебя, и завал, не завал, всё равно тебя принимают. Даже радуются. А ты отработал чисто, а вот и уходишь. Поэтому здесь сложно сказать. Но есть люди. Вот кстати, мы сегодня в честь Ильковикова проводим фестиваль. И вот я хочу вам сказать, что вот этот человек был интересен именно тем, что я его считал без нервов. Потому что вот если бы вам сегодня сказали, любому из вас, вы сегодня сами выходили, сидят в жюри, сидят вас смотрят. И что у вас? Мандраж, волнение, правильно, у всех. Естественно, когда волнение, всё, уже, понимаете, если, вот видите, чем это всё связано? Почему волнение, почему сразу ты начинаешь там варить или что-то ещё? Я объясню. Потому что вы выключаете подсознание. Трюк, когда начинает идти в работу, когда включается подсознание. Когда подсознание работает, автомат, вы можете думать о чём-то, а руки делают своё дело. Но когда вы начинаете бояться, ах, завалю я, не завалю, вы вмешиваетесь в подсознание, и своим сознанием вы рушите то, что наработали подсознание. Понимаете? Вы вмешиваетесь в него, и вот тут вы начинаете выкручиваться и варить. А всё это происходит от волнения. А вот Ольховиков, ну он игрок по натуре был. Он играл во всё, что угодно. Мы с ним в поездке, вы не поверите. У него характер такой был. Бильярд, он прекрасно играл. У него в этом бильярдном круге в Москве, его кий, выставлен музей, и его кий стоит. Как выдающийся игрока бильярда. Но он играл во всё. Мы с ним играли в пристерах, ползали на коленях и со рубежом. Он говорит, дотянемся, не дотянемся. На этих пристерах, денежку убрать. Вы уже не играли. Сейчас уже не играют. В битву играли. Выбиваешь тоже, денежки поставь. Во всё играли. В теннис играли. Я левую руку, он говорит, а ты давай левую, я правую. Во всё играли, и вот у него вот такой характер был. Знаете, когда кто-то приходил смотреть программу, или там правительство в цирке, когда мы в Москве работали на Цветном бульваре, между прочим, вот сколько я работал, я дважды нас посещал Дионит Ильич. И это узнаёшь только, знаете, когда? Когда за кулисой выходили, стоят везде мальчики. Они тебя сразу как-то осматривают. За кулисой подойдёшь, а вот у нас такой вопрос, в микробке я вам делал репризму, а жена стреляла в простым пистолетом. Чпок! Ну, что бы что выстрелил. Он там бил, и что бы был выстрелил. Да когда настрелил, они тут же подбежали, выхватили в неё, посмотрели, и ушли. Мы всегда знаем, что сидит Леонид Ильич. Естественно, я понимаю. Так вот, Ольховиков в этот момент, когда кто-то сидит, кто-то его смотрит, или что-то, он наоборот, он вместо пяти мячиков на крупной лошади видели, да, он выбрасывал в семь. Вот, представляете, мы бы волновались, и пять бы наоборот горячих, а он вот такой оборачивался. Вот это удивительное свойство тоже есть у людей. Поэтому... Это свойство всех мастеров. У тебя должен быть запас, чтобы не валить в работе определённое количество предметов. У тебя должен быть запас на одну позицию больше, в репетиции. Да я бы не... Не то, что... Я бы не сказал на одну репетицию. Делать они в репетиции. Если кидаешь количество, вот я кидаю, видишь, вот там семь кидаем, значит, ты должен... Ты жестокой в работе не будешь кидать. Ты должен, значит, в репетиции кинуть с правой там семьдесят. Вот смотри, вот этот трюк никто никогда не делал. Вот. Ставить на баланс, здесь переходить, вот. И опять на семье переходить. Семь. Тем более, вот это, когда баланс ставишь, здесь сложно ставить, потому что здесь не подойдёшь, он в кольцо ходит. Здесь только подходить надо. Вот это не сделать. Вот это будет у тебя просто кататься. Вот этот баланс легче вот так его поставить. А вот это кататься. Ну, вот это я в работе не делал, а в репетиции сделаю. Потому что я делал неуверенно в репетиции, как я мог сделать в работе. Поэтому, вот ты говоришь, чтобы сделать в работе трюк, если ты хочешь семь, вот вы сегодня там кто-то пытался, там семь калей ели-ели, конечно, ты должен, чтобы показывать, ты должен кидать их, например, там, с правой руки, там, 30 штук хотя бы, 40, 4, чтобы 7, чтобы 7. 10 темпов кинуть, чтобы в работе кинуть полтора-два темпа. 7 стабильно, чтобы в работе, 9 в репетиции. 9 должен кидать, там, полтора темп, только кинуть, потому что там количество, хотя бы темп, чтобы кинуть. А вообще-то, конечно, тем больше ты кидаешь, правильно, с запасом, с запасом, никогда лишним не бывает. Уверение это чувствует. Если есть запас, то и волнения будет меньше. Волнения объясняю, волнения я говорю. Волнения, кстати, волнения тоже надо тренировать, чтобы не волноваться, надо просто, я вот от прожитого, я тоже волновался всегда, и это мне мешало. А я от прожитого, я хочу вам сказать так, что с самого начала себя учить и так, что, ну, Господи, то, что им показывают, они все равно это не умеют. Ну, уронил я, ну, что? И вот с таким, как бы, я просто должен выдать, что я могу, и все. Вы не бойтесь таким, как бы сами себя успокоили, это самопсихология. выходите и работаете. И тогда, вот если это у вас как бы войдет это все в систему, то я думаю, что вот этого волнения мощного не будет. Но у меня не всегда есть ничего, потому что иначе это не будет артист, я всегда волнен. Это его настроение, это его показ. Не будет волнения, и будет тогда вот этой энергетики от вас идущей. А без энергетики? Ну, будет смотреть, ну, молодец. Вот это про горошину, когда я сказал, ну, сделаю, ну, кину количество, ну и что? Ну и что дальше? А вот покажи это, конечно, еще артистизмом, смотри, вот эта энергетика, и так далее. О, шедевр. Вот к этому шедевру надо стремиться. Спасибо. И здесь и нам поможет. Спасибо. Спасибо.